Поэтому ты хочешь трахать меня. Что? В общем, как вы поняли, в этом видео я буду повторять макияж из эйфории. Я буду стараться всеми силами, всеми своими навыками, которые я отработала за 25 лет. Я не знаю даже, какой макияж первым сделать. Кстати, кто кусает свои щеки и губы от того, что он просто нервничает. И потом я еще кусаю пальцы постоянно. В общем, спустя несколько часов размышлений я поняла, что я хочу сделать макияж Кэт. Не знаю, откуда это вообще. В общем, просто на их лицах светили фонарем, просто показывали героев. Мне так понравился ее макияж. Я еще не видела, конечно, этот макияж в самом сериале. Наверное, он будет в будущем. И я хочу его очень сильно увидеть. У меня нависшая века. Хотя, может, у меня тоже нависшая века, я не знаю. Но я постараюсь сделать этот макияж более-менее четким. И чтобы он был виден на моем лице. Какое же у нее хрененное лицо. Я не могу, это просто жесть. Сначала нам нужно нанести тон, я думаю. Меня очень беспокоит то, что у них какие-то очень странные лица. Они как будто бы без косметики. Они без тона. И они выглядят очень естественно. К сожалению, у меня очень много покраснений. И мне нужно их скрыть. И тут как бы без тона не обойтись. Обычно в жизни я делаю его прям максимально жестким. Я прям тащусь от этого. Конечно же, иногда мне нравится быть просто обычным челом. Вот таким. Но я когда была на заводе, и у меня не было доступа к макияжу. Я могла делать макияж только за 20 минут. Я не могла насладиться самим принцессом. Мне именно нравится сидеть и просто залипать 2 часа на свое лицо. И все это так постепенно делаю, смотря какой-нибудь сериал или аниме. Я сейчас начала пересматривать первый сезон. Потому что я немножко забыла, что происходило в принципе до этого. Тяжело сопоставлять факты, которые там происходят. Закрепляем мой тон пудрой. Я очень сильно хочу снимать тиктоке, но просто у меня не доходят до него руки. Я очень вдохновляюсь тиктоком и всеми людьми, которые там обитают. Они очень снимают классные видео, очень красиво, эстетично. Я бы хотела так же, но я просто не знаю как. Но в итоге я просто снимаю на свой второй аккаунт, где у меня просто пораживает. Я понимаю то, что нужно было раньше делать контуринг носа, потому что у меня полезка жидкая, а я уже нанесла пудру. Пофиг. Я сделала небольшой контуринг носа. Я думаю, это все в принципе, что я сделаю. Не большего не надо. Я еще посмотрела, у нас похоже снимать носики. Получилось такой, знаете, чуть заметный контуринг. Я даже не знаю, что дальше делать. Наверное, я сделаю брови. Они у нее черные, а у меня светлые. Кстати, это очень удобно, потому что я могу делать разные макияжи. Могу делать безбровый макияж, могу делать бровые макияжи. Я думаю, сначала мне нужно расчесать свои бровки немного. У нее они довольно-таки густые. Я, наверное, тоже сделала густые мне. В общем, сначала я покрашу волоски, а потом уже немножко дорисую карандашом, чтобы она была шире. Я покрасила волоски. Я обычно дорисовываю кончик, потому что у меня немножко не доросли брови. Они у меня заканчиваются немного раньше, чем должны заканчиваться. Так как я их выщипывала, чтобы рисовать другую форму бровей. Вот почему я выщипывала, не просто так. Ну, еда переборщила, что ли? И что? Возьму розовый оттенок и просто подведу свое веко. Я выгляжу так, как будто бы я ру. Я не понимаю, есть ли у нее там стрелки, но я сделаю стрелки, потому что я обожаю стрелки. И еще у нее подведены уголки глаз. Да и, в принципе, у нее подведено нижнее и верхнее веко. Пока что выглядит как фигня, но я вам отвечала. Будет круто. Просто самое главное, верьте в меня, и все реально будет офигенно. Уверена ли я в своих словах на 100%? Нет. Пока что я похожа просто на немотянку, как обычно. Теперь самое интересное. Мне нужно будет привести вот такую вот красную линию. Вот здесь вот. Надо добавить немножко хайлайтера. Я решила добавить еще немножко блесток. Итак, макияж глаз готов. Осталось сделать только губы. У меня такая палетка. Сначала контур, а потом уже в серединке этот какой-то нюдовый оттеночек. Я хочу попробовать еще одеть парик, потому что мне интересно посмотреть на себя с черными волосами. Я, наверное, буду выглядеть очень взрослой женщиной. Давно я не сделала прям таких ярких макияжей. Следующий персонаж, который я хочу сделать, это Фэй. Я на нее просто молюсь. Она такая красивая, боже мой. Классно то, что добавили новые персонажа. Это чокнутся, как круто. Я еще одену парик белый, потому что, господи, я люблю белый парик. У нее белый волос. Хочу сделать кое-что очень странное. Не знаю, получится у меня это или нет. Мне нужна вот такая штука. Это типа жидкий холлайдер. И вот такой вот. Это просто обычный консилер. Короче, я хочу это смешать и посмотреть, что будет. Потому что у нее довольно-таки блестящая кожа. У Фэй очень легкий ненавязчивый макияж. Но у нее сама по себе очень интересная и заметная внешность. Веснухи баллончиком мне показались слишком неестественные, поэтому я решила доделать методом тыкания в лицо скошенной. Кисточкой и контурингом для фейса. Теперь самое стрёмное это сделать губы. Я хочу приклеить на клей. У меня ничего не получилось, так что мы сейчас должны найти какие-нибудь вообще подпольные методы, как сделать себе губы за 30 секунд. Пока что нанесу хайлайтер. Как мне увеличить губы? Как мне увеличить губы? Как мне увеличить губы? Попробуем. Давайте старыми дедовскими методами. Это просто нанести тени. У меня если был бы карандаш, я бы использовала карандаш, но то у меня нет карандаша отлег. Ведь есть, конечно, один карандаш, но вообще, по-моему, ничего не наносят. Тема губы для меня довольно-таки больная тема, в плане красить их я не умею вообще. Это очень тяжело. Ротан просто так вот на всю его растянули, но в то же время его сделали еще маленьким. Не помню, какие-нибудь у меня были тени на глазах, какие-то вот такие, я не знаю, я еще не смешаю и нанесу обычных сухих блесток в угол глаза. Джун сделала макияж с облачками, белой подводкой и я сделала себе сердечки. Макияж Мэзи или Кэсси? Я не знаю даже, что выбрать. Итак, последний макияж в этом видео, который мы будем сегодня повторять, это макияж Кэсси. Первая серия, боже. Ну, что еще сказать, шикарный человек. Смотрите, что я заметила. У меня на моей магнитной доске на столе висел вот такой вот плакат. И я заметила, ну, это же Кэсси. Тоже нужно будет сделать такой, знаете, тон, слегка заметный. Тоже очень сияющий. Мне понадобится обычный тон. И опять мой любимый жидкий хайлайтер. Господи, какой он прекрасный. Я его на самом деле очень редко использую. Обычно я люблю делать матовый тон. Как бы мне его удобнее делать. Потому что ничего не расплывается, все нормально. А когда ты делаешь блестящий тон, его не зафиксируешь особо. По крайней мере, у меня нет таких продуктов, которые можно зафиксировать. Типа только либо пудра. А пудра, она убирает блестки автоматически. Нет уже того сияния, которое было изначально. Макияжи в айфории, они, конечно, прям вообще мотивируют. И ты ловишь эту эстетику. Хотела сказать, но не сказала. В общем, все эти макияжи, они так сильно передают характер и вайп персонажа, что обосраться. Такое мало где есть. И, наверное, поэтому этот сериал еще больше западает в душу. У меня очень блестящее лицо. Правда, оно немножко отдает цветом желтезной ржавчины. Но это даже прикольно. В этом есть своя фишка. Очень расстроилась, на самом деле, когда услышала новость в ТикТоке. То, что макияжи во втором сезоне будут уже не такие яркие, как в первом сезоне. Но уже в двух сериях я поняла, что все равно мне все нравится. Сейчас нам нужно взять какой-нибудь персиковый оттенок и возьму вот эти, потому что у меня больше нет персиковых оттенков, к сожалению. Точно, я забыла про палетку свою. Вот такие вот, короче, персиковые оттенки. Просто нанести в складку и оттянуть вот туда. Вот так вот. И точно так же на втором. Конечно, хотелось бы мне побольше косметики в своем инвентаре. Побольше оттенков спокойненьких. Я не буду прям полностью повторять макияжи. Я просто буду делать так, как вижу. И подведу нижний век немного. Мне очень нравится, как актеры передают эмоции. Ты как будто бы находишься там, и ты прям проникаешь с персонажами, ты хочешь их понять, почему они так делают. Как можно заметить, я пользуюсь косметикой с Алиэкспресс. Я пользуюсь этой палеткой. Хоть она и не пигментированная, но нормально, сойдет. Надо сделать такую небольшую стрелочку. Мне очень, на самом деле, страшно сейчас будет выкладывать эти кристаллики в виде стрелки. Очень важно, что мне просто тяжело приклеить кристаллики снизу. Еще я хочу подвести слизистую нижнюю белым карандашом. На самом деле, я всегда это делаю. Просто я уже без этого не могу. Для меня это как не накрасить ресницы. Еще есть небольшая проблема в том, что у меня не все кристаллики ни одного оттенка. Потому что у меня они просто раскидались по всем ячейкам. И осталось их очень мало. Надо так как у нее подобрать цвет. Скорее всего, это будет золотистый. Так как серебряных у меня уже не осталось. У нее не очень сильно накрашены ресницы. Но я накрашиваю, в принципе, как обычно их. Я немного не поняла, либо у нее там были нарощенные реснички, либо просто приклеенные такие отдельные волоски. Потому что в местах они казались более удлиненные. Я могу, конечно, ошибаться. У нее наверху у губы было немножко помадой, либо тенью, я не знаю. И, в принципе, я их лыли еще. Потому что у меня по сравнению с героинями этого сериала, губая, конечно, просто полоска кота. Я не очень знаю, что делать с приемами, поэтому я их просто защищу наверх. Они у нее, в принципе, не такие яркие. Вот. Я попробую добавить карандаша. Если мне это не нравится, я, как обычно, просто покрашиваю волоски в черный. Это слезы. Это просто обычный клей детский из фикс прайса с блесками. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует...